Добрый день! Я Валерий Пресняков, редактор газеты «Энергетика и промышленность России». И в рамках проекта, видеопроекта Петербургского дневника и компании «Экспофорум» у нас сегодня новый собеседник Ярослав Олейник, основатель и руководитель IT-компании «Омега-технологии будущего». Ярослав, добрый день! Валерий, добрый день! Очень рад вас видеть сегодня. Вы видите, сегодня день прекрасный, солнышко появилось, большая редкость, поэтому рад вас приветствовать. С какими задачами и целями вы приехали на газовые форумы? Что вы ждете от участия в форуме? Вы знаете, наверное, очень интересно посмотреть на то, какие технологии появились, и самое главное, посмотреть на тренды и тенденции, то есть какие изменения мы на сегодняшний момент наблюдаем, что мы уже сейчас видим, что люди заявляют как будущие проекты. Ряд историй нам однозначно интересны. В первую очередь, это все, что связано с искусственным интеллектом, все, что связано именно с областью роботизации процессов производственных. Здесь на стендах есть предприятия, которые являются вашими партнерами или клиентами? Клиентами однозначно, партнерами иногда. То есть мы здесь очень крупные предприятия представлены, и «Газпром» в полный рост представлен, и, соответственно, предприятия-поставщики «Газпрома». Однозначно мы уже сотрудничаем, где-то мы пилоты проводим совместные, где-то продумываем, какие технологии могут быть применены в будущем. А вы можете привести пример? Вот там какие предприятия используют ваши продукты по бизнес-аналитике, какие, может быть, используют наработки по робототехнике? Ну, с робототехникой все намного сложнее. Это я, может быть, потом отдельно бы рассказал. С точки зрения того, что инновационного используется, одно из наших решений – это система звуковидения. Это достаточно новая система. Фактически основная задача на сегодняшний момент – это анализ и мониторинг состояния промышленного оборудования через разнообразные датчики. Датчиков уже достаточно много используется на промышленных предприятиях, системы промышленной безопасности развиваются. Вот наш вклад – это фактически создание омниканальной системы потребления информации, анализа и принятия решений. Таким образом, мы предлагаем то, что сейчас только-только зарождается и появляется. Это, с одной стороны, прогностические системы, то есть это с использованием искусственного интеллекта, чтобы в конечном итоге, используя все данные, которые доступны на предприятии, получить те или иные ответы. В первую очередь, желательно, те ответы, которые бы позволили принять решение относительно остановки оборудования, ремонта оборудования, предвидеть какие-то ситуации, которые могут возникнуть с оборудованием. И очень важный момент, что мы добавляем новый тип данных – это звук. Фактически, понятие «звуковая голография» была еще в СССР, еще в 70-е годы. Однако не было законченных решений, которые можно было бы использовать в промышленности. Сейчас совместно с нашими партнерами, компанией «Профит», мы предлагаем законченное решение, где есть звук, видео и аналитика. То есть что это значит? Ну вот если чуть-чуть визуализировать… Интересно, да, как это выглядит. Очень сложно иногда через слова понять. Если визуализировать, у вас есть устройство, и вы направляете это устройство на, допустим, какой-то двигатель, который работает в составе комплекса какого-то. Фактически, мы получаем звуковую картинку работы этого двигателя. И сразу визуально мы видим, вот здесь у нас есть проблема. Проблема с поршнем, проблема с ремнем, проблема еще с чем-то, с цилиндрами. И он прямо четко идентифицирует. Вот здесь проблема. И это очень важно, потому что никакой магии здесь нет. Это чисто анализ звука. И визуализация этого звука. А дальше подключается нейронная сеть, которая говорит, что вот проблема в этом. Я просто не представляю, какой массив данных нужно изучить, чтобы научить машину это слышать, определять это. Вот на самом деле, когда рассказываешь про эту технологию, практически у всех возникает нечто подобное с точки зрения восприятия. Да. Здесь магии как таковой нет. У нас есть, представьте, звуковой спектр. Как оказалось, ну, как бы все гениальное просто. И материальная составляющая этого мира тоже, как и все гениальное просто. Когда есть какая-то проблема в работе системы, мы получаем в этой системе какой-то всплеск, какой-то пик, экстремум. Как только мы этот экстремум видим, и если этот экстремум во временном ряду повторяется, он демонстрирует какую-то проблему. Дальше мы определяем место, где возникает эта проблема, и указываем на это место. То есть, если у нас пошел какой-то ремень перетерся, или поршень двигателя начал плохо работать, или, допустим, у нас коронарный выброс в электросети, то с помощью звука мы видим, где эта проблема, и визуально указываем на эту проблему. Дальше, конечно, то будущее, которое мы дальше планируем, это как раз определение точно, что это. Сейчас мы конкретно можем на 100% зафиксировать, здесь есть проблема. Но мы сейчас со 100% вероятностью не можем сказать, в чем конкретно она заключается. Работа над будущим, то есть та работа R&D, которую мы сейчас проводим, это как раз категоризация, классификация и четкая подсказка, что это. Вот вопрос. Клиенты вас находят, либо вы находите их со своими технологиями? Потому что я вас слушаю, я понимаю прекрасно, что ваше выступление должно работать, или ваше интервью в режиме катализатора. О, а мне интересно, будет ли это у меня работать? И к вам должны обратиться. Или как? Вы абсолютно правы. Сейчас мы проводим огромное количество пилотов на очень крупных предприятиях, абсолютно разных, для того, чтобы показать нашим заказчикам, что это не просто какая-то новая фишка, модная. Это действительно технология, которая необходима в производственном процессе, в производственном цикле. Вы готовы сшить костюм под заказчика, условно? Совершенно верно. И заказчик получит расширение своей системы промышленной безопасности. При этом он получит ее уже понятную для него. Например, один из случаев, который нас особенно удивил, Паулин Энерго сейчас с нашими финскими коллегами-конкурентами подготовил целый стандарт мониторинга линий высоковольтных передач с помощью звука. Финны, наверное, уже ушли. Совершенно верно. А так как коллеги заинтересованы, они стандарт подготовили. Это вообще следующий шаг. Эстафетная палочка перешла к вам. Эстафетная палочка перешла к нам. И это чудесно, потому что люди уже эту технологию не просто опробировали, они подготовили ее как стандарт. И сейчас мы подобным же путем идем с нашими крупными заказчиками, для того, чтобы не просто им доказать, что это рабочая история, а чтобы показать, что внедрение данной технологии позволяет им решать а, более качественно проблемы промышленной безопасности, б, позволяет их систему, скажем так, предвидения проблем, которые могут возникнуть с оборудованием, насытить большим объемом данных, соответственно, дать возможность более качественно реагировать на задачи. Насколько это дорого для заказчика, который еще толком не может понять, что ему нужно? Ему нужен результат, но он не понимает, как его достичь. Ну, пилоты мы проводим условно-бесплатно, то есть фактически заказчик оплачивает только работу специалистов. То есть это командировочные и так далее. Будем считать, что это... Это прям удивительно, я точно не ослышался. А я объясню, почему. Потому что это новая технология, которая входит, она еще не вошла. Поэтому, конечно, у нас есть ранние последователи, вот как Паулин Энерго. Тут вот просто потрясающе, что они без нас дошли до этого момента, сами все сделали. А мы фактически теперь, как поставщик, готовы поставлять уже просто решение. Однако большинство, слыша то, о чем мы говорим, воспринимает это как, ну, это, наверное, что-то новое, и к нам неприменимое, и эффекта нам не даст. Поэтому мы сейчас готовы идти на пилоты, которые коллегам, нашим заказчикам, раскрывают все грани этой новой технологии. И самое главное, мы им подчеркиваем, что вы можете имплементировать эту технологию уже в ваши процессы и в ваши системы, которые уже функционируют именно с точки зрения промышленной безопасности. Ярослав, а как вот быть с тем, что я точно знаю, что мы страна ГОСТов, которые не могут отменить иногда десятилетиями. Что в энергетике, что в ЖКХ, что, я уверен, в газовой отрасли, особенно, когда речь идет о безопасности. И здесь вы предлагаете новую технологию, которая может не подходить под какие-то ГОСТы. Что вы делаете в этом случае? На самом деле это очень хороший вопрос, потому что вы абсолютно правы, ГОСТ и стандарты – это одна из важнейших вещей, тем более в промышленной безопасности, тем более. Потому что от ряда из них, от большинства из них, зависят жизни людей и, соответственно, в принципе, сохранность производственного цикла как такового. На текущий момент у нас есть отдельная группа, которая занимается ГОСТами и взаимодействует с заказчиками для того, чтобы, с одной стороны, работать с внутренними ГОСТами, которые есть на предприятии именно по безопасности. А с другой стороны, мы сейчас готовимся к тому, чтобы не только Паулин Энерго своими силами, мы сейчас готовимся к тому, чтобы мы сами уже начали формирование этих ГОСТов на федеральном уровне. Это следующий шаг, который однозначно произойдет. Технадзор, Росстандарт, чтобы они адаптировались. Однозначно, Росстандарт. Сейчас мы как раз прорабатываем с ними и будем сейчас как раз обсуждать, в какие рабочие группы включаться и в каких местах расширять возможности на новый тип данных, это звук, и в каких направлениях это принято. Групп, вы знаете, у нас много стандартов, больше 30 тысяч. Я точно знаю, что это очень тяжелый такой процесс. И новая, и отмена старых. Я вот скажу пример из энергетики, когда предприятия энергетики годами боролись, чтобы отменить противоподкопные антитеррористические мероприятия для предприятий, которые располагаются в условиях вечной мерзлоты. Потому что, ну кому в голову придет в условиях вечной мерзлоты делать подкоп? Там-то и заземление не сделать. Да-да-да. Там не то, что там взорвешь вместе с предприятием, если решишь что-то применять. И тем не менее. Вы абсолютно правы. Конечно, есть разные. Мы сейчас как раз очень плотно работаем. И вот те пилоты, которые проводим, мы также стараемся сразу же стыковать с ГОСТами для того, чтобы понимать даже внутри себя просто, где мы, ну, где есть какие-то проблемы с ГОСТами, а где мы хотели бы учесть это на будущее и просто именно как новый ГОСТ вводить. То есть сейчас идет накопление этих данных очень активно. То есть у вас получается, кроме инноваторской деятельности, кроме маркетинговой деятельности, вам еще приходится такой пропагандисткой отчасти, лоббисткой заниматься, да? Ну, вот вы знаете, термин «облака» его внедрил, в принципе, Майкрософт в мире. Я не знаю, сколько денег они потратили, но они потратили достаточно много денег. Теперь он стал уже повсеместным. Теперь он стал, да, повсеместным. Фактически, да, там термин «звуковая голография», он был с 70-х годов, но для узкого круга специалистов. Мы говорим про звуковидение и про применение звука как одного из источников для нового сегмента именно искусственного интеллекта. И это очень важно, потому что искусственный интеллект теперь, слава богу, термин «знают все». Все знают, но не понимают, зачем его применять. Все думают, а в чем практическая значимость, где его можно употребить. И здесь мы вносим прям два больших блока. Первое – это омниканальность подхода, когда у тебя в одном месте собираются данные с разных, сенсорика, датчики, какие-то данные с информационных систем. И в данном случае омниканальность как подход, при котором применяется сама по себе система поддержки принятия решений. И вот в этой омниканальность… Можно на эти бусы нанизывать еще и еще бусинки новые. Да, главное понимать, что это бусы одни, что у нас не несколько ожерелей. И вот одна из бусинок, очень важная – это звук. Соответственно, мы говорим о том, что вот, ребята, в рамках звука мы можем вам дать полностью компетенцию, и вы можете обогащать данные, которые вы уже собираете, применяете на объем звука. Это первое. Второе – это гибридизация вычислений. На сегодняшний момент мы говорим о том, что во многом системы поддержки принятия решений, которые сейчас уже внедряются, они требуют фактически здесь и сейчас. То есть скорость принятия решений растет, и мы понимаем, что в промышленной безопасности принятие решений зачастую операторам, ситуационным центрам запаздывает. А ситуация может развиваться крайне, скажем так, галлопирующими темпами. Тогда что нам нужно? Нам нужно, чтобы эти вещи происходили на борту устройств или на борту каких-то данных. Поэтому отдельно у нас есть проект нейробокс. Это система, это одноплатный российский компьютер с нейровычислителем на борту. И вот системы, которые оперируют уже нейронными сетями, они могут вычислять и выдавать событийную реакцию на какие-то данные. Это позволяет строить более сложные системы, когда у тебя не ситуационный центр принимает решения, не оператор. А если модель алгоритмизирована и понятна, то решение принимается сразу в последней миле на борту устройства. Особенно это важно в задачах обеспечения безопасности. То есть простой пример. Там, где промедление смерти подобное, что называется. Совершенно верно. Например, вот у нас станок, и в рамках этого станка пересечение этой линии, ну, скажем так, должно привести к остановке станка. Вешается видеокамера, ставится небольшая нейронная сеть, и она не должна быть связана с сетью, с центром обработки данных. У нее все вычисление здесь на борту должно быть. Вот этот вычислитель на борту, когда нерадивый работник пересекает своей рукой или частью тела эту линию, он просто должен произвести остановку производственного цикла этого станка, чтобы дальше не произошло что-то другое. Это просто самый простой пример, который говорит о том, что вычисление, ну, то есть гибридность вычислений, оно будет играть колоссальную роль и сейчас играет, и в будущем будет играть. То есть вычисление не только в ЦОДе, но и на месте, где это нужно. Вы знаете, вот от звуков, от видео, я бы хотел перейти к художественной лепке, то есть к аддитивным технологиям, к 3D-технологиям. Вот я помню еще в прошлом году, когда участвовал на газовом форуме, для меня было удивительно, когда выступала компания, и она говорила о том, что использование 3D-технологии иногда позволяет упростить изготовление сложных деталей, которые раньше требовалось там собирать конструктор из, условно говоря, ста деталей, а сейчас этот конструктор состоит из пяти-десяти деталей. Вот куда дальше продвинулись технологии в вашем исполнении? Прекрасное направление аддитивной технологии, оно действительно меняет мир в лучшую сторону. И я скажу даже больше, мы уже видим эти изменения на примере китайского автопрома, в который в производстве двигателей в полный рост включена как раз технология аддитивного производства двигателей. И совершенно верно, вот очень хорошее замечание по поводу того, что вся сложность, которая была с точки зрения сборки, она в разы уменьшается за счет аддитивности, потому что нам нужно меньшее количество деталей, нам нужен менее технологический цикл сборки, и детали могут быть более сложные, более совершенные. На сегодняшний момент у нас есть очень хороший проект, партнер, компания RedFab. Они производят свой собственный принтер по технологии FDM, это композитная... Это компания зарубежная или российская? Российская. Полностью российская. Они выпускают полностью... Название такое. Как еще раз? RedFab. А, RedFab. Красная фабрика. Красная фабрика. Ну, скажем так, с отсылом в прошлое. Да, да, да. Советское прошлое. Советское прошлое. Да, хорошее советское прошлое, потому что запас прочности, который был в большей части изделий в прошлом, он был кратный. Ну вот вы можете примеры привести из собственной практики, из собственного портфеля заказов, где вы активно используете 3D-технологии? Конечно. Смотрите, самый простой пример из нашей жизни. Вы же в магазин ходите, покупаете, да, там в супермаркетах что-то. Например, вы покупаете помидорки, которые упакованы вот в такую вот небольшую картонную коробочку с целлофанчиком. Вот эта картонная коробочка сделана пресс-формой, которая не отлита, а которая сделана по 3D-технологиям. Потому что этой пресс-формы достаточно для работы с картоном. И нет смысла ее производить, по другим технологиям. То есть это еще более сложный пример, чем просто... А в газовой отрасли все-таки? В газовой отрасли. Конечно, газовой отрасли намного сложнее. Здесь более сложные задачи. И аддитивка у нас также делится. Есть блоки композит полимерные, есть блоки с керамикой, и есть блоки как раз сталь, титан и так далее. Здесь все-таки ближе к этой области. Это могут быть лопатки, это могут быть какие-то части химстойкие в насосах. Это может быть запорная арматура, которая сейчас тоже реализуется частично аддитивными технологиями. На сегодняшний момент очень развита отрасль у нас беспилотной авиации. Так вот, в беспилотниках очень много элементов, до трети элементов, могут быть реализованы с помощью аддитивных технологий. А еще очень важный момент, это все-таки безлюдное производство. Все мы говорим про индустрию 4.0, но очень редки заводы и очень редки реальные производственные процессы, где нет людей. Мне в этом смысле очень нравится пример Sony, который выпускает, казалось бы, приставки свои. Полностью роботизированное производство до момента выхода со склада. Там у них больше 32 манипуляторов, и производство полностью роботизировано. Там нет ни одного человека. Я таких не видел. Я видел разные, таких не видел. Так вот, если говорить про наш вклад, в рамках нашего подхода к аддитивному производству, у нас есть собственная МЕС-система, через которую заказ попадает без человека, дальше он прям попадает сразу в станок, производится, и дальше роботизированным способом в лоток выбрасывается. Дальше человеку остается только забрать это изделие. Вы так увлеченно об этом говорите, а вы мне скажите, вы встречались с другими людьми, увлеченными, но которые супер противники, такие неолудиты, которые готовы выйти громить. Конечно, конечно. И как вы с ними общаетесь? Так, смотрите, никогда не надо общаться с ортодоксами. Всё равно он остаётся при своём... Их не надо переубеждать, вы имеете в виду. Общаться с ними можно. Общаться можно, переубеждать не стоит. Мы думаем, что самый правильный подход в этом вопросе — это образование. Единственная возможность другому человеку дать ту точку зрения, которую ты считаешь нужным, это дать ему качественное образование с практикоориентированным подходом, в котором бы он понял, как его производственные процессы и его производственный цикл с помощью этой технологии закрываются. Ну, интересный, конечно, совет, но я так понял, что вы простых путей не ищете, потому что это непростой такой. Так же, как и стандарты. Да. Наверное, последний вопрос. Вот все-таки у вас название. Я вот дополню, потому что абсолютно верно, это непростой путь. И поэтому на сегодняшний момент мы подготавливаем образовательные программы для главных инженеров предприятий, которые бы, проходя эту программу, знакомясь с технологией, могли бы качественно принять решение о необходимости модернизации у себя производственного процесса. и это единственный шаг, потому что если мы говорим с собственником, и он понимает, то потом все равно на линейном уровне, ну, как линейный, главные инженеры – это не линейный уровень, да, то есть это все равно принятие решений. Мы, получая сопротивление, единственное его преодоление – это только объяснить человеку, как он может использовать эту технологию. Поэтому в звуковидении – это пилоты, а в аддитивных технологиях – это прохождение образовательной программы, в которой он поймет, как это может использоваться в его процессе. Спасибо. Это прям не интервью было, а мини-очень насыщенная лекция по новым технологиям. Спасибо. Огромное было. Очень интересно. Спасибо, Олег. Я надеюсь, что слушать им будет. Очень интересно. И особенно те представители предприятий, которые выслушают вас, их вдруг торкнет, что называется, и они обратятся к вам с учетом того, что вы все-таки технологии будущего, а не просто омега. Знаете, как вспышка. Да, вспышка. И дальше сможем ли мы привлечь внимание? Конечно, у нас есть ранние адепты, которые любят технологии, но если человек находится постоянно в своей операционной деятельности, ему очень сложно оторваться от своего процесса. Выйти за рамки. Да, выйти за рамки. То, что мы делаем, мы пытаемся сказать ему, это несложно. Мы можем и пилот провести, и обучение провести, а дальше принимая решения. Спасибо. И успехов вам на вашем непростом тернистом пути. Спасибо большое.